добрый день меня зовут мария сегодня я решила записать тег у вас такая странная картинка почему потому что я хочу подготовить основу пока буду отвечать на тег хочу там самом начале оговориться что именно это видео у меня выходит еще под старым названием вышивалька мария данье а следующее видео уже будет выходить я канал переименую канал будет называться мария дни живую вышиваю и тогда я приехала сегодня со школы сегодня мы осваивали новые стишки и я решила ответить на тег моя вышивальная подруга светлана мне прислала личные сообщения так мне он понравился такой хороший прям так но новый для меня блогер я не знаю это так от юлии крафт так называется блогер зрители вышивальщица ну и я так подумала что готовлю к я снова потому что обычно когда мы записываем теги да мы же не смотрим на экран мы слушаем и сегодня мы до сегодня на уроке мы осваивали вот новый стежок вот такой вот и теперь его нужно будет вот этот вот стежок на здесь параллельные линии до мучились а теперь его нужно будет вот здесь выполнить в листочках я выполнила в школе мне не понравилось я всю заново распустила надо мной преподаватель смутинг я подхожу игру мне не нравится я говорю вот здесь у меня мало здесь у меня широко он говорит зачем ко мне подходишь ты сама видишь свои ошибки распускай переделывай ну да в общем буду заниматься я освоением нового стежка ну а пока вот на тег буду отвечать и вот такую механическую работу делать напомню да вот именно эту работу я подготавливаю сейчас основу кстати вот эти стежки вот который мы сегодня освоили вот они здесь эти листики этим стежком выполнены красивые сижу вся в проводах надеюсь надеюсь хорошо я разместилась я плохо вижу что у меня на телефоне сейчас происходит итак вопрос 1 расскажите о самой запомнившейся вам работе положительный и или отрицательный опыт а сам не запомнившейся вы знаете вот честно у меня вот самое самое это танцы морисон с положительным опытом потому что благодаря танцам да я поняла что мне нужно освоить художественную гладь я пошла в школу да я попала в школу вот в которой я сейчас прохожу обучение это школа кутюрной вышивки то есть на высокую моду работают вышивальщики которые в этой школе и не так понравилось просто безумно вот благодаря танцы мориса я поняла что мне нужно осваивать гладь что я сама не в состоянии да я попала на год позже в эту школу чем планировала да но мы все знаем что у нас во всем мире такие события не очень хорошие происходят попала на год попозже но неважно все равно я попала все равно я прохожу обучение там где я хотела и благодаря вот танцы мориса я вообще узнала об этой школе да я узнала о том что существует вот такая техника техника для зик на которой я сейчас прохожу обучение и который мне просто безусловно и безумно нравится просто безумно нравится это это я влюбилась на действительно я влюбилась в эту технику если у меня сохранилось видео я потом вставлю я снимала в магазине вроде бы снимала если не удалила вот именно вот эта вот работа нависит на на стенде магазин уже оформлены очень красивая очень красивая работа будет надеюсь я справлюсь надеюсь я справлюсь ну во всяком случае я стараюсь я стараюсь и мне безумно нравится то что мы проходим я для себя открываю новое неизведанное поняла о том что о вышивке вообще ничего не знаю от слова совсем вот второе расскажите о самой фееричной покупке положительный или отрицательный опыт самая фееричная покупка для меня это была икона от образа в каменьях икона владимирской божьей матери и вот кстати благодаря этой иконе у меня немножко ну изменились вообще представление о ценах обо всем на свете потому что конечно когда я первый раз увидела цену набора я в шоке была я была в шоке ну я ее все равно я очень хотела я думала месяц месяц потому что я до этого никогда такие деньги на вышивку не тратил никогда а это сразу нужно было полностью всю сумму я покупала в магазине мир вышивки и на нее попала была скидка то есть я еще обрадовалась что на 3000 по моему и дешевле купила и до этого вообще это моя самая фееричная покупка сейчас конечно образа в каменьях стоит так дорого даже вот это вот икона о которой я думала потому что на эту сумму сразу то такая немаленькая и я размышляла месяц и сейчас конечно она еще дороже стоит я смотрела цены мне нравится очень пачаевская 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 она называется которую самая дорогая у них икона у меня были такие мысли в голове что копить но я поняла что я всем не смогу отдать такие деньги даже если их скоплю или не будет жалко я не отдам хотя мне безумно очень нравится набор но он стоит столько сколько нам вот сможем вдвоем туда и обратно слетать в отпуск в россию то есть я считаю что да она красивая надо очень дорогая так третий вопрос если у вас набор мечта схема мечта нет нет вот даже вот сейчас я вам рассказала о том что мне очень нравится да икона от образов камень их ну я нет я не я не готова такие деньги отдавать я понимаю что могу скопить я я я трачу достаточное количество денег на свое хобби я считаю что я далеко не жмот в этом плане вот но это еще связано знаете чем раньше я в городе жила у меня очень раньше много денег походила на одежду на косметику вот на все такое сейчас я живу в деревне хожу я в галушах серьезно говорю выбираюсь я из своей деревне раз в неделю в город раз в неделю я одеваюсь крашусь то есть у меня расход декоративной косметики уходовый то понятно а вот декоративный маленький вещи все в прекрасном вообще состоянии потому что они одеваются раз в неделю это как гардероб приличные то есть мне его то есть надолго мне его хватит и у меня сейчас очень маленькие расходы идут на косметику на одежду на обувь ну потому что ну я в деревне я я дома на стройку я езжу я естественно одеваю оба что на стройку если мне нужно куда-то выбежать срочно так на почту или еще куда-то джинсы ну то есть понятно да мне сейчас ни на что деньги не уходит кроме как вот вышивки как кроме как на вышивку да и вот к чему я все это говорю то что я могу скопить и купить себе этот набор да могу я не буду я жмот вот такие деньги я не готова отдавать за набор хотя он мне очень-очень нравится вот серьезно очень-очень мне нравится поэтому а так вот о чем я мечтаю да да что мне понравится пошла и купила потому что ты еще раз повторюсь у меня сейчас расходы на жизнь минимальные скажем так следующий вопрос что хотите попробовать и вышивки чего еще не пробовали технику вышивки набор аксессуар и так далее вы знаете вот я сейчас прохожу обучение в школе на у нас есть в нашем классе есть девочки которые золотой шитью осваивают очень красивая техника честно безумно красиво и интересное я я бы хотела бы ее освоить но вот сейчас у нас следующий триместр начнется я пойду опять на технику козе глазик потому что я понимаю что я еще и полнейший ноль в этой технике я хочу продолжить обучение но может быть летом вот как вот летом я экспресс курсы заканчивала до пятидневные на технику гладь будем если все будет хорошо если все сложится идеально замечательно и мы все будем живы-здоровы да и все будет работать то наверное я возьму себе недельную вот курсы недельные именно на на эту технику на золотое шитью потому что вот золотое шитье очень красиво сочетается и с гладью и вот с этой техникой глазика просто вот замечательно мне нравится поэтому скорее всего чтобы иметь представление об этой технике я так поступлю и так сделаю ну не факт может быть меня все таки такой степени затянет техника глазик что я и летом то пойду хотя летом конечно курсы стоят очень дорого потому что они экспресс они каждый день и они прям безумно дорого стоят за раз отдать но это поездка в россию не одной скажем так туда обратно слетать вот цена за недельные курсы ну посмотрим посмотрим даже дожить нужно доживем поживем увидим далее следующий вопрос пятый что приятнее вышивальные или не вышивальные подарки с аналогичной стоимостью я честно у меня вышивальные подарки не только от вышивальных подруг безумно приятно получать просто безумно приятно получать я и сама люблю очень собирать им тоже подарки отправлять не вот это вот нравится посылочки я прилетаю в россию бегу на почту получаю от них посылки и тут же отправляю им от себя посылки мне нравится мы же потом радуемся как дети вот как дети вот серьезно я так вижу я никогда не забуду вот мою последнюю посылку когда я получила видела ангел от евгения колесникова нереально я визжала на остановке стояла я говорю мама этого быть не может я про них даже не заикалась никогда ничего это же это же классно это радость друг другу несём до положительные эмоции но от мужа нет от мужа нет и от семьи нет ну же я сразу говорю что что я хочу то есть конкретно он знает что я хочу заранее плюс ко всему как я говорила и такой человек экономный у меня получается всегда попадает муж мне на подарки когда у нас скидки есть вот я ему тараню каталог называю артикул озвучиваю скидку дает артикул ну так как я постоянный клиент в магазине и все они то вышивальные я сама себе покупаю а он даже и не знает могут пока что нравится нравится хорошо хорошо все нравится все хорошо он когда вот гости приходят вот когда гость приходит тут нас дал нас нос как у баратины к потолку задирается такой весь гордый гордый он так он совершенно спокойно относится к моему хобби он даже удивляется когда я вот сейчас уже такой степени привык что я с утра встаю и иду вышивать вместе с чашку утреннего кофе но я так просыпаюсь вот честно у меня какая-то потрясающая продуктивность с утра меня вот после обеда у меня иголка так не двигается у меня все медленно я отвлекаюсь у меня куча домашних дел а с утра вот я знаю что три часа они мои и по идее да вот я только проснулась я должна же медленно вышивать нету мне прям хорошие скорости с утра такие хорошие количество отшитых крестик а вечером нет вечером я не вышел он вообще я еле-еле вечером ковыряю свои крестики поэтому слог сложно ответить мне на этот вопрос вот честно говорю муж даже не знает один однажды нет вот одна что он мне предложил рим купить как часть подарка к дню рождению набор рим от ст я отказалась и потом когда я вот вышла поменьше работу от ст и я даже не пожалела честно говорю что я отказалась я потом купила схему белого кролика и вот заказала себе не нарезку а полный полным мотками взяла оксана три губовые в группе и все придет время рима меня можно расчехлить как говорит с пальца да и всего и начинать ну пока он у меня лежит собранный так что вот шестой вопрос бывает ли вам неловко за ваше хобби в каких ситуациях ой вообще не бывает него нет нет я и ну во-первых все мои знают все знают все друзья все подруги все знают что вышла потому что это уже давно это прям ну буквально сразу после института года до через там два где-то три я начала вышивать не так а почему я должна почему не должно быть неловко я вот когда лечу у меня обычно я беру хороший интервал между самолетами потому что таможенники иногда знаете такие очереди делают просто вот нервотрепка сплошная и поэтому я беру даки достаточно хороший интервал между самолетами ну и что в аэропорту я буду сидеть просто так носу ковыряться да нет я я я отставлю вышивку я вышиваю никто не подошел пальцем не ткнул вот честно вот даже никто не посмотрел мою сторону вот всем вот так вообще безразлично чё там эта тетка делает сидит где-то кулупается в самолете вышивала квакер вот однажды до летела прям потому что но я хотела его оформить в россии я прямо последние последние стежочки давай 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 самолете вышивала стюардесса подошла поинтересовалась и понравилась красиво все никто больше вот всем вот честно такой степени без разницы так что нет почему мне должно быть неловко я же ничего плохого не делаю тыку я иголочкой тыку успокаиваю себе нервы успокаиваю так 7 вопрос если бы вы могли выбрать что угодно из рукодельного в подарок чтобы это было а вот не поверите а вот даже не знаю понятия не имею фрузилок наверное бы хотел еще попробовать вот честно вот наверное фрузилок бы хотел попробовать потому что вот фрузилок из украинских производителей я еще не пробовал я имею ввиду вот деревяшечки деревяшечках мне нравится вышивать это бы наверное попробовала а что еще да не знаю как то я хотела к коробку а та же бокс потом что я перехотела но это знаете вот блогеров мы когда же смотрим тоже я же смотрю я же зритель вот посмотришь думаешь ой какая штучка красивая ой надо а потом проходит какое-то время если вот сразу по горячим следам не пошла покупать потому что насмотрелась и загорелась да но проходит недели две и уже и тебе уже не надо значит оно тебе так и надо было раз тебе сейчас не надо уже да поэтому не не знаю честно не знаю вот фрузилок бы хотел попробовать из деревяшек потом вот сейчас марина прок вышивает на пластике какой-то новый производитель игрушек красиво ну вот чтобы попробовать мне как-то не возникло желание пойти купить то есть вот смотрю с удовольствием то что она там вышивает бантик она по-моему вышивает смотрю с удовольствием а чтобы вот пойти и купить вот хотела я схему scarlet letter нам хотела очень безумно и девушка одна из америки помогла ее купить так что ты нет ничего были ну вот наверно фрузилок вот на данный момент это вот единственно что мне приходит в голову а вот все ножнички ну вот у меня что я хотела я купила я кахану очень хотела я хотела щипчики и ножнички я купила классные вообще прям вот ну классные я над ним трясусь конечно безумно я вот кахану пользую использую то только когда вот мандалу вышиваю мандалу так громко звучит она мне в замороженном состоянии и вот когда вышиваю такие вот ну сэмплера на тридцать шестом каунте на сороковом где когда они у меня на раме и закрепляю все закрепку снаружи делаю потому что если она пяльцах я сзади все креплю то есть это не возникает у меня никаких там проблем а вот ну там такая сталь шикарный вот там такая заточка поэтому я берегу вот именно для таких вот очень тонких в рафинированных да вот работ вышивок а так вот я себе купила вот они легкие они на магните держат слегка они прям невесомые так 8 чтобы вы хотели изменить в рукодельном мире рукодельный мир чтобы я хотел изменить цены честно говорю потому что последнее время вообще цены не радует но от слова совсем не рад вот я говорю даже имел неосторожность пройти посмотреть сколько стоит сейчас вот сумочки бисерные до от рифле десуа я просто как увидела насколько цены поднялись я думаю ваш как хорошо что-то в свое время сделала запасе к тебе еще одна сумочка три флета лежит мне племянница хочет надо наверное ей будет вышить она увидела я маме вышла на ой я тоже такую хочу намек я поняла я говорю значит будет но они действительно не классные даже говорит ничего вот хотелось бы цены изменить честно а то что где-то там подождать надо да ну и ладно подождем ничего страшного главное перегореть пока ждешь да так все нормально ну и что еще нет цены цены хочу вот честно потому что сейчас оформляюсь еще во франции цены на багет тоже какие вот скажи мне кто год назад что я буду оформляться во франции за такие деньги я бы сказал да в дни в жизнь я я жлоб вот но не в жизнь я не буду такие деньги платить за багет но теперь когда мне грохнули четыре квакера теперь когда я уже поимела проблемы да с перевозом негабаритного скажем так грузы из россии во францию столкнулась с очень аккуратной доставкой когда просто в хлам 4 рамы благо тело стекла живо остались и вышивка да потому что если бы еще и стекла то мы можем сказать что и квакеров уже не было вот сейчас все большие работы да я буду оформить здесь во франции поэтому мне цена очень актуальна честно говорю прямо вот цены для меня это очень актуальные все так 9 видео или прямые эфиры что больше нравится смотреть и снимать вы знаете смотрите я люблю и то и другое я люблю и видео смотреть я люблю прямые эфиры смотреть на сами эфиры я попадаю честно говоря очень редко вот не везло с эфирами жене золотаревой она вела раньше по выходным по моему да у нее было одно лет и у меня как раз попадала когда я мангал разжигала она очень ответственно у нее каждый вот прям как заявлено был там по воскресеньям она не у по воскресеньям и выходил было очень много народу всегда на ее эфирах такое оживленное общение все такие болтушки и я как раз мангальчик разжигала под ее прямые эфиры шашлычки жарила прям вот чудесненько чудесненько а сейчас я не попадаю на прямые эфиры и я понимаю почему потому что у меня все время настройки то есть выходной эфир не выходной я не попадаю честно а если и и получается так что я не настройки я забываю то есть у меня сейчас в голове такая каша все нужно запомнить что как-то да я сейчас только в записи прямые эфиры смотрю честно скажу далее 10 какие видео темы форматы не снимали и не будете атик какие нравятся больше всего вы знаете даже не знаю какие какие мне не с ним какие я не снимала и не буду почему они мне нравятся я наверное такие видео то сама не смотрю поэтому могу сказать какой формат мне не нравится у меня есть любимые блогеры да день пропускания нового видео но я из этих блогеров смотрю потому что не нравится и мне все форматы у них нравится не знаю какие нравятся больше всего но вот мне нравится как вот марин прок своя вышивание недели снимает честно прям я люблю там вот такой маленький кусочек про жизнь и дали у нее вышивка да и опять кусочек про жизнь и вышивка прям ну потому что сразу ты понимаешь что живой человек перед тобой да по ту сторону экрана живой человек что она живет да она иногда там про кухню вставляет какие-то у нее есть до вставочки с подружка идет идет раз так себя сняла подружку сняла привет девчонки но как так живенько все не наиграно и понимаете и не за не такого заигрывания со зрителем то есть это у нее все естественно мне нравится мне нравится когда она показывает свой парк но опять таки мне это все нравится почему то что сама свой парк показываю да я люблю я люблю все вот это вот я люблю землю и все что связано с землей с растениями я с удовольствием такие видео смотрю я люблю когда да есть кусочки жизни видео мне нравится нравится когда блогер лицом кстати вот да я раньше я стеснялась вообще лицом снимается очень стеснялась и благодаря вот елене ветровой я свое мнение поменяла она сказала ну в общем смысл такой что если мы не видим блогера а видим только руки то у блогера нет лица да то есть мы не понимаем что перед вами живой человек вот я согласна сейчас с этим потому что татьяна борисенко стала сниматься лицом и все у меня картинка в главе сложилась у меня ее голос лег на ее внешность сразу то есть я поняла да вот живой человек передо мной поэтому да люблю когда блогеры пока показывают себя в кадре так какие не снимала форматы еще до прямых эфиров у меня не было никогда ну во-первых самый большой скажем так мой страх его в эфира я вот почему даже не пыталась мне кажется я приду и буду как свадебный генерал сама с собой сидеть компьютера никто не придет но не знаю почему но мне так кажется мне кажется нужно иметь большое количество подписчиков чтобы не бояться ну не знаю это первое второе у меня сейчас где я живу у меня вроде как бы оптику кинули но качество мои оптики качество моего интернета хотя ну кто знает я не знаю вы знаете еще от компьютера же тоже много зависит компьютера и сейчас поменяла то есть вот если на своем старом ноутбуке грузила видео по 5 часов по 7 видео на 30 по 40 минут да то сейчас я монтирую на новом ноутбуке и гружу я вот эти те же самые 40 минут прям буквально ну 10 минут и минут пять у меня проверка идет то есть ну как то вот все быстренько получается поэтому не знаю может зря я грешила на нашу оптику может это у меня просто бобик сдох как говорится да я имею ввиду компьютер но опять-таки я ведь под у меня почти помер уже меня почти помер но я все равно им пользуюсь новенький я еще берегу я думаю нет придет твое время думаю ну вот это окончательно перестанет фурыч тогда уж и перейду на новый хотя не знаю но в общем я не такая я странная женщина я знаю так 11 вопрос личные вопросы от зрителей семья здоровье работа и так далее как к ним относитесь и ли сами нет я не стою такие вопросы нет не задаю человек захочет про семью скотина расскажет захочет по пара про здоровье свое высказать расскажет зачем в душу лезть как говорится да мне тоже не сдают нет один раз у меня был вопрос такой ну вот и совсем лично вода почему они показываю свой дом в котором я сейчас живу парк показываю а дом не показываю но я ответил потому что это личное да я конечно понимаю что это интересно пока я в нем живу и я им не свечу вот как только на продажу на продажу выставим и он будет продаваться вот тогда я его сниму скажу вот здесь я жила это мои последние денечки в этом доме а пока нет пока это личная пока это за кадром то есть я и внутри дом не снимаю и снаружи снимаю а парк да парк ну дерева и дерева растюхи растюхи вот двенадцатая видео на коленках будете смотреть видео с не идеальным звуком картинкой фоном и так далее буду у меня у самой такие видео я хотя вот сейчас микрофон купила и стараюсь данному что-то как-то вот мне не нравится этот микрофон причем дешевый вела мне как-то не нравится у меня же кресло кожа на и почему она в жизни у меня не скрипит я на нем сижу оно нормально ну как ну это же не кожзам да это же не дермантин звук то конечно есть от кожи но вот я вот последние предпоследнее видео монтировала там такой прям скрип был я где смогла вырезала но были моменты где этот скрип накладывался на мой голос и я не могла вырезать атака ну да мы пытаюсь что-то с монтажом сделать но я ну программу купила для монтажа вот сразу до купил чтобы не было никаких неводных знаков чтобы неудобнее было работать потому что монтировать на компьютере это удобнее чем монтировать на телефоне телефоне вообще не знаю до меня это прям вот прям загадка как девочки монтируют на телефоне видео мне кажется это вообще нереально я пару раз зацопали копыт и сыночка проснулся пришел к мамочке я пару раз по моему пыталась монтировать на телефоне но меня так и не вышло вроде бы а нет есть одно видео я в сама ремонтировал на телефон там есть такое видео это не в двадцать первом году в двадцатом по моему все же скакал поскакал услышал что муж проходит так картинкой фоном ну картинки в основном то все же на телефоны снимаем сейчас вроде всех камеры нормальные но бывает иногда то фокусировка но девочки но я не знаю канал то это хобби можно конечно так то будет про канал потом поговорим про канал да можно конечно потратиться на 5 таки я к чему это все хотела сказать на к тому что сегодня я снимаю завтра не снимаю будет у меня эта камера валяться у меня вон одна камера валяется уже у меня уже один зеркальный фотоаппарат лежит потому что ну раньше я говорила я жила в городе мы часто выезжали в зоопарке меня самый животных не был выезжали в зоопарке зоопарки французские не шикарнейший просто шикарнейший у меня есть вот одно видео на канале где зоопарк показываю пожалуйста можете посмотреть и вот для вот как раз для зоопарков потом много по стране путешествовали по замкам и вот для всего этого я покупала вот такой еще у меня объектив был то есть чтобы далеко снимать можно было а сейчас нет не надо у меня лежит камера у меня вообще не знаю или что же камера где-то лежит там еще диски вот такие не кассетный диск сейчас удобно телефон в руках раз не знаю это мне кажется мало кто мне кажется совсем идеально вот если брать как пример блогера вот по картинке по монтажу по качеству это алекс стич мне кажется вот круче его никто не снимает но это мое такое мнение может вы думаете что есть другой блоге может может она есть я не знаю для меня вот прям вот алекс стич это идеал монтажа блогерство вот я на виду такого ну а вот например вот других кого я смотрю ты нет но все же так снимают как как а мы нож если там например совсем какой-то будет убитое видео я не знаю да господи девочки но есть кнопку перемотка есть кнопка выключить до кнопка отписаться но можно всегда это видео не смотреть смотреть другое того же блогера у меня просто я не знаю другого второго блогера кто снимает настолько идеально как алекс тич вот честно кажется мы все на коленке снимаем может простите кто не снимает на коленке простите меня может я зря тут наговарим вы у вас все идеально ну скажите тогда в комментариях напишите я по пройду посмотрю потому что конечно красивые видео это и есть красивые видео да это как кино посмотрели далее 13 влияет ли ведение канал на количество вышитых крестиков бывает ли от этого некомфортно нет на меня не не ведение канала стала влиять на количество вышитых крестиков в год я имею ввиду это не ведение канала это разнообразие работ вот это на меня влияет то есть если раньше я например там ну на каком-то грубо говоря сложном участке но вот взять я помпей свои то от бажены вышивала еще не канал не было у меня один лист но тогда мне еще саги не будут как раз я вышивая бажену я приобрелась и сагу и я один лист вышивал не поверите два месяца такая схема была мелками так было глазам некомфортно больно при общину но жуть прямо какая-то положите как вспомню и естественно когда понимал что у меня уже вышивка не релакс мне приносит а нервирует я я бросала я бросала я занималась чем угодно благ делу да два гектара земли и четыре этажа занимаясь не хочу как говорится всегда себе работу найдешь и а вот как даже вот химеру я вышивала я же да вот как раз вот после химеры я стала вышивать сразу несколько работ одновременно и это так совпало с ведением канала я канал в девятнадцатом году в одиннадцатого марта открылка но после своего дня рождения и прям самом начале весны и да я долго думала потому что но я стеснялась руки не идеальны у меня руки убитые да а вышивка все таки это когда это это всегда руки в кадре скажем так потому что мы показываем работу вблизи все на свете но у меня они не могут быть не убитые потому что у меня у меня есть где их убить кстати вот благодаря вот этой вот техники девочки вот я говорил что нитка наша цепляется на расслабить вы знаете к чему я приучила себя я вот уже полтора месяца я сплю в перчатках я в аптеке все купила хлопковые перчатки белые я умазываюсь кремом до такой степени это вот просто надо видеть естественно в постель с такими руками не ляжешь запачкаешься этим кремом да я в перчатке я приучил себе спать в перчатках а так раньше цыпки у меня от земли на руках не цыпки трескается кожа на пальцах не трескается да ладно главное что работа двигается а вот сейчас вода я себя организовала в этом плане так что нет количество как как количество крестиков не влияет для меня вот лично от и от от и денег канала нет конечно хочется показать побольше ну вы понимаете я вот как вот у меня какой был ритм жизни он такой есть он не изменился сейчас она сюда же у меня более насыщенные в отношении вот я имею ввиду дел домашних да потому что у меня ремонт двигается вот следующую болталку запишу про ремонт сяду вышивать мандалу и папа под вышивку мандала мы с вами поболтаем про ремонт я помню что обещал рассказать про дом не рассказать про свой ремонт я маньяк ремонтный поэтому да так бывает ли от этого не комфортно нет нет мне не комфортно у меня все нормально у меня ничто не изменилось у меня количество часов какое было такое на усталость отведенной на вышивку четырнадцатая что вас расстраивает раздражает вашим хобби упс а ничего вот честно а вот если бы меня что-то раздражало я поменяла бы хобби честно я попросту бы не вышивала дни но а как вот я не знаю если тебе это радость не приносит счастье не приносит релакс не приносит я бы поменяла хобби меня все меня все устраивает моим хобби ничто не расстраивает ну как ну вот сейчас я расстраиваюсь до что у меня не идеальные стежки на глазик на 5 кино а чё расстраиваться то бери тренируйся вон у тебя три пульки то вокруг сколько чем я и займусь кстати я вот здесь вот листиков нарисую и буду вначале здесь тренироваться потом дальше буду вот эту делать потому что мне не нравится как она лежит так что это не может ну хочется конечно чтобы сразу прям взять и вау и чтобы все классно было да вот я когда училась техники глади меня гладь как-то хорошо пошла я вообще он преподаватель был удивлен и другой преподаватель приходил в кабинет он точно ты говорит первый раз гладь пробуешь я вообще я иголку гладью и первый раз в руках держу не то не 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 только то что я вышиваю и вышиваю ну как то вот далась а вот с этой да здесь тяжелее тяжелее чушь прорвемся трудом как говорится победим будем тренироваться и все освоим и все будет хорошо я вот своем видео когда которые снимала господи итоги до рассказывала что вот женщина приносила свою работу сейчас у меня просто идеально какие у меня стишки девочки какие стишки я я каждый раз прихожу в класс я разглядываю разглядываю что она там за недельку на вышивала как все красиво как все аккуратно на город даже уже преподаватель год я уже горит не знаю чему тебя обучать то есть она уже вот она такой степени уже профи но мы все равно приходит учиться наград нет я еще не все сумме эту чуть-чуть и меня почти вот я говорю она приносила свою первую вышивку и в меня это вселило вообще надежду сильно то есть она и в школе которую делала самую-самую первую принесла все только трудом и и дается да поэтому в общем и я и не не расстраиваюсь далее что вас расстраивает раздражает в блогерстве он я всегда говорю что я канал отношусь как хобби у меня канал это не заработок вообще если зарабатывать на блогерстве это надо открывать другой канал вы зайдите вы посмотрите сколько подписчиков на кулинарных каналах сколько просмотров на кулинарных каналах там они зарабатывают а здесь нет а тем более я тем более я сменим который включила монетизацию на год позже чем могла бы включить да хотя монетизация на это такая вещь которая продвигает ваш канал то есть вас чаще в рекомендуем их высвечивают естественно от этого у вас могут быть больше подписчиков да я до последнего тянула вот я отношусь к каналу как хобби поэтому я говорю вот сейчас мне интересно сейчас мне эта радость доставляет я снимаю я же не знаю что будет например через год даже через месяц я не знаю что может случиться у меня не станет приносить блогерство например до удовольствие не станет она мне приносить я перестану снимать поэтому для меня канал это хобби а как вот я сказала выше если хобби вас раздражает значит бросьте вы его берите какой-нибудь другой себе дай займитесь чем-нибудь другим поэтому нет меня не раздражает вот кстати вот сейчас вот сижу да и говорю про алекса стич вот я сказала про алекса стич идеальный монтаж идеальной съемки а вот светланту дианову я не назвала светочка если смотришь прости меня пожалуйста тоже всегда такой монтаж классный и съемки хорошие всегда всегда да вот два канала я знаю с идеальным монтажом и с хорошими съемками 2 если как могла забыть про твой канал ну это вот прям не прорис не прорис непростительного ним причем ведь я же подписаны и смотрю мало всего я еще в группе у светлана диановой я говорю про канала белль лави белль так шестнадцатая расскажу расскажите о минуте счастья связаны с вышивкой которая случилась с вами недавно минута счастья ну недавно я ангела вышла но как-то я спокойно я не могу сказать ну ну вышел и вышел а что еще птах вот этих винтажных птичек да так что еще ангелы у меня были игрушки я не знаю вот можно танцы морисок недавно вышел там отнести вот если можно отнести танцы может мне это вообще такая эпичная до работа это работа благодаря которой я попала в школу я уже рассказывал да благодаря которые я освоила новые техники работу которую оформил в красивый багет в красивый до этого в этот багет и потом еще четыре квакера закатал я не знаю вообще у меня очень такое неоднозначное отношение к танце мориса вот честно них так нежно люблю я горда ими может кому-то понравится платье может кому-то не понравится платье как я вышел дал девушки там как я еще что-то переделывала да но дело в том что мне это безумно нравится я люблю я очень люблю эту работу честно вот очень очень люблю поэтому если говорить о радости то это вот танцы мориса это прям для меня было ух это для меня вы знаете как будто я перешла на следующий уровень вот серьезно вот как вот в игре да а вот теперь уровень номер два вот для меня вот это вот да это танцы мориса а вот из самых моих последних работ ну я не знаю но я до этого ангела вышивала я до этого с вышивала сэмплера то есть нет у меня пока такой работы кроме танцев мориса нет многоцветки но многоцветку я не закончила но опять-таки у меня не будет такого чувства от многоцветки я я знаю ощущение которое я испытываю когда я заканчиваю многоцветку насколько я их со своей жизнью же нашила много да это вот на ютюбе я только вторую показываю а так сколько у меня их уже я знаю свои чувства ну понимаете когда для меня многоцветка это как обычная вышивка только большая она просто большая она красивая да конечно все зависит от того кого вы возьмете у кого купите схему кого вы купите набор кто проработчик это зависит много 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 да естественно тот конечный результат я не виду я имею ввиду вообще саму технику это обычный набор только большой и только где много цветов и все количество цветов она вообще мне кажется никак не влияет если у вас хорошая организация вот вас не будет напрягать его 200 у вас цветов работе или 150 если у вас организовано все так как удобно именно вам потому что у меня было очень много разных всяких проб организации и вот вот который у меня сейчас для меня она самая идеальная просто вот сам идеально я смотрю вот других блогеров естественно многоцветчатся до девочек я прямо что им да и наверно кайфово от того как они делают им наверно удобно но я на себя примеряю я понимаю что мне будет неудобно меня это будет стопорить поэтому для меня я нет что может быть там такого многоцветки но крест и крест полу крест и полу крест все я имею ввиду и единственная радость ты испытываешь когда вот смотришь понимаешь да это вышитая картина это вот реально галерейный такая работа вышивка на 5 таки оговорюсь зависит от того у кого вы купили схему до какими нитками вы вышиваете то про рабочих это все такое прочее а так не на а вот танцы мориса не да они для меня открыли другую технику они для меня открыли школу в которой я сейчас обучаюсь для меня это такая скажем так для меня это работа которая перевернула страницу которая меня перенесла на другой уровень вот и все я не испытывала к примерного такого счастья когда я закончила от ст милые друзья маленькие друзья ну многоцветка многоцветка вот ну как то так не знаю сейчас посмотрим сейчас буду мандалу вышивать как я на мандалу среагирую может я также буду реагировать как на танцы мориса и говорить вау все у меня я прошла следующий следующий уровень хотя для меня вот сейчас вот честно говоря следующий уровень это вот этот вот если я освоил идеально выполнять стежки глязик я буду с собой гордиться сама с собой буду гордиться ну вот в принципе все вопросы я оставлю ссылку на блогера оставлю вопросы тэка если вам тэка понравилась так же как ко мне присоединяйтесь поддерживайте девушку потому что мне кажется андаке хорошие вопросы они не провокационные да и такие хорошие вопросы не избитыми кажется вот ну просто не избитые хорошие где можно поболтать где можно поговорить но я надеюсь что вы неплохо повышевали хорошо со мной провели время надеюсь я вас не особо вот этим вот напрягла может вы думали что я что-нибудь возьму такое приличненькое повышевать типа гости или мандалу но мандалу я оставлю для разговорах о стройке вот начну про стройку лялякать и мы с вами поговорим ну а сейчас я с вами прощаюсь всем желаю хорошего дня хорошего настроения крепкого здоровья и до до скорых встреч до свидания